Самые большие подлости обычно оправдываются самыми наилучшими намерениями. Чиновники собираются снести детскую инфекционную больницу номер 12 и построить вместо нее то ли гостиницу, то ли живой дом. Здание построено в 1937 году. У него деревянные перекрытия, в нем нет вентиляции, в нем нет системы автоматического пожаротушения. Я это к тому, что эксплуатировать это здание с круглосуточным пребыванием, подчеркиваю, детей, опасно. Может быть его тогда нужно переоборудовать? Это первое. Второе. По этому поводу я тоже сегодня сказал. Переоборудовать это значит оставить одни стены, неизвестно зачем, вынуть все содержимое, включая перекрытие, просто вынуть, понимаете, и начинить эту коробку, которая не является ни архитектурной ценностью, никакой. Она не приспособлена для новых технологий. Начинить всем новым. Зачем это делать? Если в больнице Спиранского есть ровный и готовый участок, юридически оформленный, там нет ни коммуникаций лишних, там есть коммуникация необходимая, нужно строить корпус там, что и сделано. Социальное сигнование уже давно тяготят российских чиновников. Для них гораздо проще снести, к примеру, часовой завод и возвести вместо него очередной торговый или офисный центр. Короткие деньги для алчной власти слаще длинных социальных капиталовложений. Ведь чтобы выросло здоровое поколение, придется ждать десятилетия, а тут все и сразу. Поэтому зачем нужна больница, когда вместо нее выгоднее построить гостиницу или многоквартирный дом? Тем более, что дети и внуки чиновников лечатся в дорогих пансионатах или зарубежных клиниках. А к простому народу отношение плевое. Не можешь жить и лечиться, как мы – значит неудачник. Зря только место на белом свете занимаешь. Я сейчас только что беседовала с сотрудниками данной больницы. Они сказали, что госпитализация прекращена и все дети, которые северного округа в частности, направляются в другие стационары. У нас сейчас закрыта шестая инфекционная больница, где лечатся дети с проблемами легких до года. И теперь вот эта больница, Тушинская больница переполнена. И если уж принято решение освободить данное место, то должны были сначала, по моему мнению, построить нормальный стационар и плавно все это сделать. А не за счет шоковой терапии, как обычно все это у нас делается в нашей стране. Я просто высказываю свое возмущение от имени всех родителей, бабушек и так далее. Я депутат ВМО «Хамовники», просто у нас та же ситуация, у нас точно так же сносится детская инфекционная больница, и вместо нее ставится гостиница. Вот и все. Хотя у нас гостиница еще одна ставится в начале Комсомольского проспекта, вместо сквера и парка, теперь еще вместо детской инфекционной больницы. Это настоящая точечная застройка, которая по закону запрещена, а на деле, в общем-то, все эти планы реализуются легко. Получается, что в ущерб социалке люди делают бизнес? Ну почему же гостиница? Хорошо, вы говорите, что все будет так хорошо, есть места для больных, но почему на этом месте историческая застройка, между прочим, это старое здание, которое можно занять чем-то другим полезным для жителей города? Почему здесь строится гостиница? Сколько можно зазывать людей в Москву? Кроме того, нам известно, что на самом деле квартиры, апартаменты в этих новых, еще не построенных домах, уже продаются как квартиры, как элитное жилье. А откуда у вас такая информация? Ну, честно говоря, вот у нас просто в Хамовниках та же ситуация, и на сайте долгое время по поводу нового сооружения, которое должно быть возведено, на сайте компании, которая строит, дочерняя компания Донстроя, размещается информация о том, что квартиры продаются. Сейчас они эту информацию с сайта убрали. Что продаются просто квартиры, то есть это даже не гостиница. Вот, фактически просто бизнес людей, которые на наших костях и на костях наших детей. Эти респектабельные и ухоженные чиновники, вечно принимающие народное возмущение, как божью росу, живут по принципу, люди – ничто, бабки – все. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.